всем здарова друзья с вами маракаси так давайте посмотрим бой на птс у 10 уровня т110 е4 птшка это до сих пор нагибает кто бы что не говорил но эффективность у нее весьма даже высокая при этом эффективность сохраняется такая уже много лет что на самом деле удивительно но никаких так скажем даже намеков о нерфах данный потасау нету это хорошо и так разработчики а именно веста хочет добавить в боевой пропуск золото то есть она уже добавила это то есть ничего не уберут золото так и останется в обычном базовом варианте то есть в бесплатном варианте по сути не нужно будет донатить свои кровные можно будет получить 1050 золота да сейчас конечно найдутся люди которые скажут что я чё должен играть что в танки я что должен выполнять все эти бесчисленные боевые задачи мечу делать нечего просто давайте мне не знаю золото бесплатно да еще и я не знаю зарплату в долларах раз в месяц чтобы в танки играл но такое возможно только наверно у некоторых блогеров но не у меня кстати в принципе что могу сказать то что золото добавляет в боевой пропуск это замечательно так как совершенно бесплатно можно получить находа у золота да она будет скажем так трудовым то есть нужно будет постараться чтобы его вытащить но в принципе не сложно это будет сделать просто нужно будет играть в танки что для некоторых уже проблемы кроме того можно получить много других наград например в базовом варианте опять-таки 3000 бомб и минимальная сыгранная ставка в аукционе последний лот составила 17 тысяч 719 золота то есть все-таки чуть выше чем минимальная ставка именно 15 тысяч золота стоит этот танк так того ну будут решать владельцы который потратили на него свое золотишко в принципе танк говорят вроде неплохой если он действительно хорош собой то может быть и стоит главное не взять полный мусор который просто будет пылиться в ангаре чтоб потом его вообще сдать в трейдин это точно будет невыгодно но вообще лично я считаю что боевой пропуск получился совершенно провальным то есть в нем ничего такого эксклюзивного и сверх интересного не было хорошо хочет что-то появилось но вообще если брать все аукционы то это наверное самый худший аукцион и лд и лотов почему-то очень мало в общем такой проходняк может так сказать ну друзья вы можете как всегда выиграть золото для этого просто напишите комментарий под видео пожалуйста пишите комментарии осмысленные какие-то действительно что вот не чтобы там что-нибудь написать а что-то по теме видео ваше мнение не забудьте указать свой игровой ник и вы будете участвовать в розыгрыше золото здравствуйте друзья с вами маракаси так давайте поиграем на сайте вот хоп и попробуем выиграть прям танк надеюсь все же получится и так тяжелые танки посмотрим что получится урвать из тяжей надеюсь все таки прям танк будет так 1500 золота так еще немного золото опять 1000 но мы охотимся именно за прям танками поэтому все остальные призы это как дополнение больше так вот прям танк 6 уровня немного золото но нужен нужен все-таки нам прям танчик есть с 77 стандартный набор это очень круто и если тоже хотите поиграть на сайте то вот вам специальный промокод можете соответственно данным промокод использовать и получить немного золота на сайте тем временем изменили место покупки стилей за золото в патче 1.22 с выходом обновления 1.22 все стили которые можно приобрести за золото переедут из вкладки ангара внешний вид в одноименную вкладку внутри игрового магазина цены при этом не изменится ну в принципе могу сказать что лично я вообще не могу ничего найти в 3d стилях я не знаю может кто-то может но я когда хочу найти какой-то 3d или 2d стиль вот нацепить на танк я просто тык подряд там случайно чтобы что-то найти подходящее но какого-то вменяемого так скажем интерфейса вот чтобы быстро найти может быть там в каких-то цветах определенных или каких-то определенных стилях все-таки нужное практически невозможно но это мое мнение далее друзья вот статистика по режимам на глобальной карте в августе состоялся режим маневры 7 на 7 и вы можете видеть что 65 тысяч человек сыграли в июле 22 года кстати было 68000 это по моему я не помню разделили к тому времени сервер или нет но раньше вы можете видеть какие цифры были на глобальной карте двадцатом году например 180 почти 9000 игроков потом в январе 21 200 тысяч игроков в феврале 22 151 тысячи игроков понятно что сервер поменяли но соответственно все равно цифры не особо то впечатляющий ну и конечно стоит отметить что почему-то разработчики убрали аукцион за боны на глобальной карте вот на этой новой что на самом деле я считаю ошибкой потому что в принципе он пользовался спросом в новом пве фан режиме мирный 13 который кстати состоится и на лесте можно будет получить новый танк под названием тит это разаново это средний танк 8 уровня прием и самое интересное что у данного танка 3 900 урона в минуту что является каким-то невероятным показателем на самом деле когда ст 8 уровня такой dpm но в основном у танков и не знаю 10 уровня а тут у восьмерки конечно наверняка найдутся какие-то подводные камни почему именно так почему дпм такой высокий у данного танка может быть средний урон за выстрел будет очень маленький может быть бронепробитие будет очень маленькая или еще что-то в этом роде но то что данный танк можно будет получить бесплатно в этом режиме это говорит нам о том что в принципе можно будет запариться ради данного танка потому что не все стоит вашего ценного времени и что-то соответственно лучше пропустить и соответственно не тратить время но в данном случае на первый взгляд все выглядит очень интересно потому что танк с таким дпм явно будет пользоваться спросом плюс тут будут всякие 3d стиле за золото правда не бесплатно для centurion action x для лун x6 x6 для bofford storm wagon кроме того будут совершенно бесплатно доступны танки то есть не нужно будет прокачиваемые танки то есть даже пустой аккаунт сойдет в принципе как вариант вы можете новый аккаунт создать например если вы на европе играете и на лесте хотели создать аккаунт дополнительный то тоже как вариант и обновление кстати патча 1 22 на европе 6 сентября она состоится давайте посмотрим какие там будут изменения британские колесные средние танки выйдут которые на мой взгляд получается то что проваленными но какого-то особого места пока что я не вижу для них в игре то есть какой-то ниши где бане себя хорошо резал резал но может быть я не прав в принципе потому что кто знает может быть есть у них свои фишки нужно посмотреть потом потом будет ребаланс карт часть 2 многие карты поменяют например мураванка утес лайфокс и немного поменяет классы энск или не зигфрида потом ребаланс техники будет и это кстати очень даже интересные изменения могут быть потому что многие танки апнут многие танки конечно понерфит потом натиск сезон лазурного пегаса 6 сентября опять-таки состоится и можно будет получить новый польский средний танк кстати 10 уровня huracane это соответственно может быть весьма интересный танк с довольно красивым 3d стилем так что может быть интересный такой выбор куда потратить свое время этот режим может быть тоже интересен потом 12 сезон боевого пропуска это тоже хорошо правда на ну в отличие от леса у варгейминга вот золото не будет боевом пропуске на халяву ну понятно 200 пытается как бы чем-то заманить какой-нибудь халявой чем чем-то интересным но это даже хорошо потом расширение вот плюс на лесте до сих пор нет никакого вот плюсы только на европе и по-прежнему там за счет этого много плюшек также автопереворот добавит ну который вы лезете уже давным-давно и фан режим вафля будет но на лезть и его не будет такие вот дела друзья спасибо что досмотрел до конца желаю вам удачи пока а а а а а а и а и а 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